всем добрый день ребята ну вот посмотрите какие заготовочки я сделала чтобы делать ватные игрушки из проволоки проволока мягкая ведь она двигается туда-сюда вот я хочу две дамочки сделать к пасхе чтобы они держали корзиночку наверное с яйцами как-то так может быть и блинчики 1 будет и яйца не знаю короче я посмотрю приготовила клейстер такой вот клейстер густой делаю как он немножечко его надо так помешать такой клейстер клейстер вроде как все говорят должен густой быть я еще не профессионал в этом деле но я учусь я учусь знаете учиться никогда не поздно я люблю учиться всему всяким всякому хобби да вот если увижу что-нибудь все мне надо я начинаю учиться мне все интересно попробовать сделать до водичка обязательно салфетка должна быть чтобы вы ручки вытирали сразу же потому что они будут липки и когда будете наносить ватку то это будет все липнуть ну вот такой вот такая у пропорция я считаю что нормальные ручки нормальные головка и ножки да вот две дамочки будет одна немножечко повыше другая немножечко поменьше да такую ватку буду использовать эти остатки буду использовать и сейчас я начну потом я вам покажу буду наматывать потихонечку клейстером смазывать ниточки приготовила не знание мне пригодятся нет посмотрим некоторые нитками обматывать я тоже вот пару штук сделала по первоначально мне что это не понравилось мне больше нравится когда просто потому что нитки они как-то не очень как-то потом смотрится все это так вот посмотрите сколько у меня молдиков новых пришло всякие разные вот эти ручки я буду делать потом из полимерной глины и ножки у меня пришли вот буду буду все делать выпекать и тут разные всякие тоже молдики в общем я вся в творческом процессе люблю это дело прям обожаю вот как только подумаю что сейчас пойду хобби свое делать вот или ватные игрушки лишить или еще что-то другое мне очень хочется начать реборно в делать ну вот я займусь сейчас две пиклы сделаю да и потом реборнингом займусь я в клистер добавила вот такой клей pva да ну по-русски называется так а у нас вот так такой вот клей и вот он видите какой сразу стал и в общем вот так вот я делаю обворачиваю обворачиваю да и клей и клейстером вот этим вот этой массой клейстером промазываю постоянно так вот какой он густенький такой вот так вот можем можем там какие-то штучки попадаются ну ничего да и вот так вот приворачиваю ой рукой тяжеловато утро доброе ребята всем вот мои заготовочки высохли смотрите две сделала все они уже такие тверденькие и можно уже их одевать формировать лички делать станут эти вот такие меня получились 1 чуть повыше другая чуть пониже видите немножко ничего страшного одна девочка хоть больше другая меньше классно же это и мои питомцы там играют вот еще утро ранее я еще не гуляла с ними сейчас пойду кофе пить хрипшая стала все сегодня не знаю меня тут и лоджия рядом двери открытые я постоянно выхожу сижу тут рядышком на меня дует вот посмотрите такие милашечки две потом буду делать вот тут грудка немножечко что-то недосохло ну тут чуть-чуть но все равно можно делать все равно это не проблема да вот формировать еще можно но ножки уже конкретно да ну нет можно еще не гнутся как бы это видите все нормально можно еще что-то сделать так что я значит хочу этим дамочкам сделать юбки длинные фартуки у них будет такая типа плошечка или корзиночка с яйцами ну и одной пасочка будет а у одной яйца будет да вот я смотрите взяла салфетки на у такера в общем разные да вот такие вот у меня салфетки одну я уже разделила вот так вот вот это вот папира такая сейчас покажу такая тоненькая она отделяется да там очень легко до подцепить и в общем чтобы одна только осталась но она очень такая тонкая нужно быть очень аккуратной да вот и вот сейчас здесь я я тоже уже подцепила одну убрала их две здесь таких и вот у меня получается вот видите потихонечку я буду сейчас вот так отделять я хочу такие юбочки сделать ну дамочки такие не совсем старинные будут более в современном стиле наверное я так думаю не знаю я думаю вам видно хорошо да так потихонечку да делаем как легко отходит получается такая салфетка я так яйца делаю тоже мне очень нравится так яйца делать брать вот так вот яичко и накладывать вот такой нужно взять яичный белок и смазывать потом застынет и будет очень даже здорово вот эту мы убираем она нам не нужна и так же делаем вот эту да так же вот разделяем ее найдем найдем сначала такой ну в общем я ножичку такой взяла надо найти вот все видите и потихонечку вот так самое главное немножко да потом уже можно делать девочки маникюр каждый день опять собираюсь делать все уже отросло посмотрите сколько хожу уже чем отслойки уже пошли много даже поломала немножечко вот здесь вот видите ничего сама делаю сама и сделаю да вот у меня вот такая вата ну можно с любой ватой работать в принципе да можно с любой сейчас мама вот я вот так вот отрываю где-то примерно вот так лучше рва чем резать вот так вот да это мне будет на этих дамочек остальное убираем аккуратно видите она лентой такой идет эту ваточку да вот такая ваточка она немножечко такая удлиненность я вот точно не знаю написано что это как бы вискоза да но я не знаю хлопок это скорее всего из хлопка да наверное да я думаю из хлопка да написано что что хлопок да ладно не важно можно с любой ваты делать это не не так важно смотрите я ее вот так разбираю так ведь она прям слоями идет такими слоями разбираю аккуратненько надо так вот такими слоями потому что нам толстая юбка не нужно но и вот эти все кусочки маленькие они тоже уйдут в дело ну пока так пускай хватит нам что много не валялась да вот остальное пока что уберу так ну что дальше берем значит вот такой кусочек ватки вот юбочка какая у нас будет длинная да вот где то так так вот где то да вот это вот так берем тут у нас кофточка будет ну кому юбочку дело нам же еще подгибочку надо сделать там ну вот так вот это мы все рвем мы ничего не режем потому что рвать это лучше чем надо ногти делать на свои ногти рассмотреть не могу показываю вам это нам пригодится на кофточки сейчас это юбочка мы пока я отнюю сделаю покажу вам да как я делаю так это все убрать надо это все тоже пригодится это ничего не выбрасывается все все пригодится от каждый кусочек обязательно так меня клейстер я добавляю немножко клейстер я добавляю немножко клей я уже говорила про это да вот такая масса каю размешать надо долго тоже не надо чтобы она стояла потому что он имеет свойство пропадать ну нормально пахнет хорошо я его только вчера сделала когда начал вот этих барышень делать но мне надо теперь вот эту вот ватку до видно вам да промазать с двух сторон так вот так хорошо промазать аккуратненько вот конечно это все собирается но ничего страшного тяжеловато сначала конечно у меня масса густая с густой массы нужно еще научиться работать я сама еще знаете не такая вот прям профессионал когда я еще учусь и даже не скажу что профессионалка я сама еще учусь еще толком сама не умею поэтому многие говорят давайте мастер-класс дам давайте мастер-класс а какой мастер-класс этот просто показываю как я делаю да вот как я научилась когда еще сама толком не умею да даже знаете здесь лучше как руками просто пальцами взять промазать вот так вот мне надо с двух сторон промазать хорошо видите как она лепнет так вот она лепнет поэтому должна быть всегда салфетка чтобы если где-то дырка образовалась не страшно всегда мы можем подложить как вот ваточку да вот то что у нас кусочки остались там вот мне надо это все распределить тогда поднять опять такую сделать как шалку да прозрачная можно так немножко такая вот масса ничего страшного да в общем это вата вот такая вот есть у меня конечно другая вата каждого ты конечно это свое качество вот и опять переворачиваем вот так делаем такую шалку надо сделать ничего страшного что где-то где-то что-то там просвечивается это ничего страшного абсолютно даже все нормально и опять уберем так невозможно с этой стороны значит надо так если где-то что-то это отрываем кусок он тоже нам пригодится его не убираю не выбрасываю просто сторонку убираю вот такая вот ватка так вот все лишнее мы все уберем потом и на эту ватку на эту ватку сейчас я руки вытер у меня салфетки специально тут сыры лежат чего будет все сейчас мы будем делать юбку руки липки вообще я так ну немножечко надо так который побольше на на возьмем какую мы мерили так нет это маленькая вот этой вот поменьше мы медленно надо убрать чтобы она не смущала так то где-то юбка так надо тоже клестером это место промазать и что я еще хотела я еще хотела же подъемник белый сделать под эту юбку я сейчас сделаю белый подъемник да потом юбочку что видите как вот я говорю я сама еще учусь поэтому мне какие-то мастер-классы давать это 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 очень сложно так ребят вот понимаете что значит я еще учусь понимаете многие мастер-класс мастер-класс вот пожалуйста прежде чем мне это делать я же должна еще что сделать колготки башмаки а потом только юбки понимаете а я уже все на юбку перешла да но ничего страшного она полежит ничего ей не будет она наоборот схватиться немножко в общем надо еще учиться и учиться поэтому вы не смотрите если что-то сделала да и вам нравится это не значит что я умею я вот так вот методом учебы да я учусь ребята учусь я сейчас делаю колготки мне надо колготки сделать вот такие вот неважно как тут покрыто в принципе нормально под юбкой ничего не видно будет принципе нормально все хорошо так что вот понимаете что сейчас вот я колготочки сделаю такой красочкой делаю я акриловой краской ведь какая красота все все подсохнет а потом я уже буду делать ну вот видите век живи век учись но я говорю опять же я вообще недавно это начала делать я сейчас полностью сделала так а потом я буду делать башмаки а я уже все за юбку за юбку узнать опыта еще у меня в этом нет девочки нету все надо я я знаете так думаю надо все делать поэтапно если сейчас делаю юбку мне неудобно сюда будет подлезть чтобы вот это все закрасить правильно же да лучше сразу сделать а потом уже это спокойненько делать чтобы потом туда не лезть такого другой будет розовый ведь вот я сушить вот так положила стакан вот в такие стаканчики неудобно чтобы не так ложить да вот а это будет розовый да под этими как сказать под юбками не особо будет видно ножки ну просто я сделаю все равно да такие ножки потом когда высохнуть я тогда уже ботиночки сделаю ботиночки скорее всего потому что это же не зимнее будет тоже такое будет весеннее и тогда должны ботинки быть на ногах вот да надо будет ручки сделать какой-то такой телесный цвет подобрать краски чтобы ручки были смешать краску бежим ну что бежевый такой светлый да вот розово с бежевым будет тогда нормально с этим цветом не за салфетку а заводку на часа фитка под порвется вся теперь загиб надо сделать вот здесь вот так аккуратненько ничего страшного если где-то там что-то не так все цепляется страшно должна сухая салфетка обязательно быть здесь мы тоже так вот закрываем так вот все эти вот сюда немножечко их подмазать то ничего тут когда это они подружились соединились поженились аккуратненько аккуратненько салфетками зацепилась не порвалась все одна юбка подлиннее другая покороче ничего страшного одна же у нас мадаму поменьше другая побольше пускай даже подъемник еще можем сделать он будет выглядывать удлиненный такой нормально все будет знаете думаешь одну начинаешь делать получается совершенно другое ну тут мне немножечко что-то как-то но я боюсь порвать в этом месте что-то как-то ну ничего это вверх будет ничего страшного так все ну вот сейчас поддам и подсохнут я им ручки сделаю еще ботинки надо сделать потом только вот это все и подъюбники да короче все поэтапно я взяла вот такую просто обыкновенную салфеточку вот такие вот салфеточки для рук влажные да она подсохла у меня я ее смочила водички выжила потом взяла просто вот этот вот клей с этим склистером просто вот так промазала хорошо да вот это мне на другую девочку надо все хорошо промазала теперь где фарба надо а фарба наверное ну цвет будет у меня наверное салатовый вот под эту юбочку такой салатовый сферу наверное так думаю да или нет сейчас я подумаю подумаю да какой лучше здесь у меня будет на на скорее всего розовый так какая большая девочка ой я же им тут ручки сети пальчики сделала схватилась ведь я пальчики сделала как в общем сделала пальчики такие вот большие так какая у меня больше вот это вот больше начать у меня будет вот это вот юбка вот у этой здесь а это будет вот у этой да вот наоборот да так вот да вот так вот да тут розовенький ну пойдет да тут желтенько да значит меня будут юбочка здесь будет так если колготки такие значит чтобы ну как бы не сливалась розовая юбка будет салатовая я возьму наверное красивый такой цвет салатовый или желтый даже нет желтый нет салатовый вот этот яркий да вот этот вот и сделаю юбочку салатовую чтобы знаете так то будет красиво я думаю или лимонного цвета сделать нет здесь желтая не надо сольется да в общем как-то тогда и буду раскрашивать такой таким цветом я думаю это будет красиво у краска на потом знаете она потом она потом темнее становится когда высыхает али может быть мне просто вот этот цвет взять вот этот вот красок там много всяких разных но это такой светленький может быть тоже ничего будет да наверное это много зеленого будет наверно вот этот желтенький я возьму точно пускай будет такой то вот этот вот так возьму кисточку и буду красить аккуратненько кисточкой так ну в общем так вот так вот этот цвет хорошего сюда положила на эту стороночку ну чтоб не мешалось вот так и не руки все прям вот надо немножечко тоже чтобы цвет если я буду другой делать не запачкалась так теперь вот это вот зелененькая сделала даут вам не видно наверно да вот этот вот цвет сейчас я буду делать вот такой вот данте и выжила нам мукрая было сложу хорошо здесь будут наверное с розовым делать да такое нежно что-то наверное или нет салатовый такой бледненький 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 так подождите чушь я делаю то да у меня же вот это к салатовый а вот это вот вот этот будет желтому господи я уже все перепутала да вот к этим желтым значит здесь надо салатовое сделать да все о боже путаясь путаясь прям не знаю вот этот наверное сделаю смотрите какой красивый красивый цвет такой знаете сочный можно вот этот сделать ну-ка давайте посмотрим вот этот но это мне кажется сильно много будет дом или как вы думаете подка не к этому вот к этому так вот этот или вот этот штанишки вот эти да так ну ка ну ка так что лучше то сейчас подумаю с подумаю ну ка так зелененькие я думаю вот этот это что-то сильно наверное этот вот буду делать а он когда высохнет еще поярче будет в общем буду делать да все сейчас сначала клестером эти клестер уже кончается надо делать скоро маникюр надо маникюр как посмотрю на свои ногти ужас какой-то уже тут по обломала но уже все они же мне отросли непонятно какие стали вот ну вот так сейчас намажем потому что это надо что потом это всем колом стояла если фарба нанести просто да ну так не будет эффект такой так не шатайся так ну что будем делать да такой цвет ну такой конечно поярче этот ведь высыхает наоборот что-то светлее думала тем не будет можно на второй раз сделать посмотрю сейчас как ой так люблю красить мне так нравится как не красить а ну да красить но не рисовать такая красота это неоновый наверное скорее всего цвет него надо этот простой такой этот не умный может быть я этот второй на хотя бледненько тоже хорошо почему нет скажем так ну что смотрите уже здесь юбочка у меня готовая подъюбник юбочка да в общем тяжеловато было делать салфетка прям знаете вот начиная туда-сюда ходить рваться ну в общем я сделала вот так они у меня сохнут сейчас я беру вот эту да мне надо сюда клей нанести вот это такой подъемник тоже видите думала кружавчики здесь сделать но я потом уже бы даже сделаю посмотрим или что-то на рисунок какой-то нарисовать сделать вот обязательно надо проклеить потому что салфетка такая важно чтобы она могла здесь задержаться так вот это у нас вниз так вот это у нас вниз это у нас вверх так я наверно так переверну меня и аккуратненько что я пальчики здесь сделала да беру аккуратненько так вот так наверное чем проблем на немножко наносить это все делать ну ничего я постараюсь сзади делаем так длина мне какая нужно так вот где-то да и удерживать надо удерживать складочки сделать чем девочки это очень сложно делать а вам не видно да то очень сложно делать не просто вот так вот такие дамочки будет в таких вот нарядах ты сзади чтобы у меня тоже сошлось ой упала вот видите я говорю очень сложно это все делать надо здесь совместить все так наверное сначала совмещу потом буду складку делать ничего страшного вроде там ничего не случилось до затела немножко чему так вот так вот да видите как сложненько ну нужно делать вот поэтому знаете когда это делаешь надо чтобы каждая деталь просохла иначе это не проблемно немножко вот надо вот эти места совместить задние краска чтоб высохло да это должно быть я тут углы подогнула сейчас я все это сделаю мне это очень неудобно в общем смотрите потихонечку надо соединить чтобы здесь вот ровненько было да вот здесь вот ровненько было что здесь уже неровко неровненько у меня идет так пальчик чуть не оторвала общем тут знаете как очень все надо очень аккуратно все делать ничего я потому что все равно буду промазывать клеем а вам не видно да что я показываю так да здесь это место мне надо приподнять так так немножечко пинцет это очень удобно что-то делать знаете и теперь я разворачиваю и здесь мне надо собрать складки да в общем юбочки такие складочки все надо конечно аккуратненько делать вот такие вот здесь детальки до что так видно вам не видно в общем как-то тогда юбка на сильно пышно это не получается да мне не нужно ему пышно а где у меня тут это палочка так немножечко суда залезть надо не чтобы не прорвать так вот и здесь тоже самое надо все все очень аккуратненько так так вот прям рвется эта салфетка но это ничего страшного здесь будет кофта тут все закроется тут ничего видно не будет самое главное надо сделать чтобы она была немножечко тут пышненько из здесь вот видно что это такая юбочка фарточек еще будет не знаю все надо фарточек не надо я думаю что надо салфетка прям в руках у меня вот такие вот пироги здесь вот так немножко да тут будет это сказать такой чертучок общем очень удобно вот этой вот работать так сделаю так я там записываю показываю работа конечно знаете такая кропотливая такая вот ну я очень усидчивый человек мне это нравится все я очень люблю этим заниматься так мне надо сделать соединить короче окну смотрите видите я их поставила чтобы вот эти юбочки когда высохнут совсем тогда только я могу вверх делать иначе по-другому я не могу общем это все время надо я хочу сказать что это не быстрая работа как не буду убирать не это надо это долгая работа вот пока они не высохнут я другую работу не могу начинать я хотела башмаки делать но я за юбок они начинают до сюда они должны подсохнуть а тогда только потом фартуки еще ну в общем как то так такая работка сложная